Всем добрый день, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал, который называется Будни Викторовны. Сегодняшнее видео я хочу назвать полдня из простой жизни. По плану у меня помывка кастрюли. В ней я сейчас буду варить супчик. Хочу сделать такую свежеварочку, отварить грудку, картошечку, капусту, морковку, лук, добавить томатную пасту и сварить супик. Очень хочется после новогодних праздников уже что-то похлебать. Из нашей семьи никак не может уйти ОРВИ. Мы начинаем болеть по второму кругу. Кто смотрел предыдущее видео, я рассказывала, что в новогодние праздники мы все переболели. Но сейчас мы начинаем заново все кашлять, чихать и температурить. 6 января у моей мамы был юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Но, к сожалению, мы с Сашей и Стемой пойти, конечно же, не смогли. И пошли только старшие дети. Это Никита и Снежана. Так как Никита вроде бы еще держится на плаву. Ну, а Снежана с соплями. Но к бабушке на юбилей, конечно же, она пошла. Мы, конечно, лечились и все праздники как могли. Мне кажется, это какой-то круговорот. Одним брызгаешь, другое пьешь. И эффекту абсолютно никакого. И сейчас, как я уже сказала, мы все начинаем болеть по второму разу, по второму кругу. Мое мнение такое, мне кажется, что это просто замкнутый круг. В новогодние праздники ко мне приезжали дети, приезжал сын, приезжала дочка. Ну и, конечно же, привозили веночечку Каролину. В этот раз нянька из меня была некудышная, потому что я боялась, что все мои вирусы передадутся маленькому ребенку. И старалась держаться от внучки, конечно же, подальше. После того, как дети разъехались, я очень сильно переживала, хотя не подавала виду. Боялась, конечно, что мои вирусы перейдут, не дай бог, к внучке. Но, слава богу, все обошлось, а, как говорится, миновало стороной. Особо мы в эти новогодние праздники никуда не выбрались. Было по плану погулять на площадь, сходить и в пиццерию, и в кино. Но, раз мы все болели, конечно же, просидели все праздники дома. Ну, а я тем временем потихонечку подготавливаю овощи на супчик. Начистила картошки, нашинковала ее соломкой, капусты нарезала, мучок и морковку. И еще хотела бы вам сказать, когда я шинкую морковку на терке, обязательно хвостики я съедаю. Кто обратил внимание, конечно, видео на скорости, но кто обратил внимание, я, конечно, все вот эти вот хвостики, попки съедаю. Также, когда я чищу капусту, то есть я ее порезала, и обязательно немножечко поем вот такой свежей капусты. Очень-очень мне нравится. Вот такая вот у меня есть привычка. Один раз я это делала при подружке, что подружка мне сказала с такими глазами, что, конечно же, так делать нельзя. Почему нельзя? Мне так нравится, я так люблю, я так привыкла. По ходу своей готовки я не забываю, что буквально через час мне уже нужно зайти в садик, моем мойку, ну и, конечно же, нужно попылесосить. Еще, конечно же, хочу поделиться с вами новостью. На Новый год мне подарили потрясающий подарок, о котором я, конечно же, даже не могла и мечтать. Подарок этот называется робот-пылесос. Роботом-пылесосом я пользуюсь редко. В основном я его включаю по выходным дням, когда все детки дома. Может, дома времени совсем нету пылесосить, и хочется немножечко заняться какими-то другими делами. Вот в этих случаях я его включаю, и он у меня работает. А так я, конечно же, пылесосу только так. Это, конечно же, привычнее, это же, конечно же, удобней. Продолжение следует... Ну и сейчас я хочу сделать маленький обзорчик того самого робота-пылесоса. Вот, кстати, и он, феновник торжества. Небольшой обзорчик, как он работает. Бегает, конечно, но, так скажем, палас, ковер вот с таким борсом, он, конечно, не прочищает. То есть, вот этот ковер и ковер, который у меня лежит на кухне возле стола, его, конечно, лучше пылесосить простым пылесосом. В любом случае, подарку я очень рада. Такая вещь в хозяйстве незаменима. Тем более для мамочек, у которых очень много деток. Но я, походу, полью цветы, так как они у меня засохли, пересохли. Я совсем про них забыла. Притащила я пакет. Все листья сухие я сейчас оторву и сложу в пакет. Ну и тут же хочу сказать, кто-то где-то написал мне в комментарии, Юля, покажите, как сейчас у вас стало в комнате. Скажу вам сразу же, все осталось без изменения, как изначально я вам показывала. Так все и осталось. Поставив койку, просто Тёмину коечку поставили, а свою коечку, как вы уже видите, мы сдвинули очень-очень впритык к стене. А так все осталось и без изменений. Единственное, что мы поменяли, это у нас напольная вешалка. У нас сейчас стоит возле окна. Но тут я уже сгоняла за Тёмой. Пришел Тёмушка из садика, как всегда, на веселе. Мой маленький баловник, мой маленький любимец. Очень его люблю, очень им дорожу. Ребенок это чувствует, понимает и тоже хочет отплатить своей любовью. Но мы переодеваемся, будем снимать садичные вещи, одевать домашние и пусть бегает, резвится и играет. Ну и сразу разберу и вон и вещи и приготовлю все на завтра в детский сад. Вот и мой мальчик машет, он с вами здоровается. Тёма, привет-привет! Но у меня есть задумка. Вот этот красный стеллаж, который находится у меня сейчас под вещами для Тёмы. Я хочу организовать, купить в фикс-прайсе контейнера и все вещи, футболки, трусики, носочки. Всё хочу сложить по контейнерам, но пока времени нету, обязательно доберусь и сделаю вам отдельный обзорчик. Я думаю, это будет очень удобно. Достал контейнер, ничего не надо ворошить. Я тем временем выбрала Тёме на завтра в садик наряд. Он пойдет вот в таком вот сером костюме, в лимонной футболке, вот в такой вот маечке боксера и белой носочки. Но я хочу ознакомиться с новым противовирусным препаратом для Тёмы. Мы продолжаем также болеть. У нас выскочили посуды на губах. В аптеке посоветовали мне цитовир. Показали для деток, по-моему, от года до трех. Ну, а я тем временем продолжаю готовку. У меня подошла курочка, пока ездила в детский сад за Тёмой, я ее отключила. Тут же походу даю Тёме цитовир. Он 2 грамма 3 раза в день. Ну и мажем, конечно же, мы просуды. Лечимся, лечимся, целуемся и начинаем дальше работать. Продолжение следует... Ну вот еще моя самая противная привычка. Я думаю, в принципе, многие хозяйки так делают. Не судите строго. После того, как я разделала курочку, очень люблю поглотать косточкой. Конька ездит, радуется, играет. Эта машина у него самая любимая. Он в нее садится, его катает. Ну и, конечно же, сам он ее катает. Пусть я обглотала, поставила соседней собачке на отходы. Ну и начинаем запускать в кастрюлю овощи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok